Моя гнистерия сегодня рассказать о роли двойной иммунотерапии метастатической меланомы у пациентов с мутацией в генебрат. И на самом деле исследование, о котором я сегодня буду рассказывать, оно было презентовано в ноябре прошлого года, то есть не так давно, но с этого времени практически не обходится ни одно мероприятие по меланоме, на котором бы не говорили об этом исследовании. Более того, наши коллеги в газете «Российское общество клинической онкологии» писали о том, что это одно из самых важных событий в онкологии в 2021 году. И я не могу с ними не согласиться, по крайней мере, десятку точно он обходит и попытаюсь разглядеть почему. Во-первых, немножко предыстория. Мы знаем, что мутации в генебрат, в меланоме, они отрицательны 70%. В российской популяции – это цифра от 50% до 60% в разных регионах. И мы знаем, что комбинация BRAV и неких ингибиторов в первой линии показала преимущество эффективности по сравнению с химиотерапией, и это было одним из стандартных влечений. На сегодняшний день при наличии BRAV и нутации у нас есть две опции. Это либо таргетная терапия BRAV и некими ингибиторами, или это иммунотерапия. Мы понимаем, что история вот она такая длительная, да, но вот в последнее время кривая выживаемость и возможности, которые мы получаем от нашей терапии, она пошла, видите, так вот прям почти вертикально вверх. И вот эти успехи, они начались с того времени, когда активно в нашу практику стала внедряться иммунотерапия. На сегодняшний день мы имеем максимальную 72 месяца идея на общей выживаемости, как раз в исследовании на комбинации иммунных препаратов. Что нам дает эта комбинация? То есть у нас есть антицетеля А4, анти-ПГ1 препарат, и эти препараты исследовались, конечно, по отдельности, и в новинское время, несмотря на то, что была дана двум группам ученых, которые изучали два этих механизма действия, в целом на сегодняшний день мы знаем, что комбинированное воздействие на эпилогу точки, оно позволяет дать нам максимальный эффект от иммунотерапии. И эпилемумаб, как антицетеля А4, анти-ПГ1, обеспечивает адаптацию к опухолю клетки, если она меняется, способствует появлению Т-клеток памяти, вызывает конденциаторное повышение эпилемумаб-1 в опухоли. С другой стороны, анти-ПГ1, анти-ПГ1 усиливает ответ и повышает выработку цитокинов. И таким образом мы имеем эффект 1 плюс 1 уже не 2, а 3. Это теория. А вот в практике, что у нас исследование Checkmate, которое позволило зарегистрировать эту опцию в двумную комбинацию в меланоме. В этом исследовании было три лукава. В одном это комбинация ниволумаб плюс ифилемумаб, во втором просто моно-режиме ниволумаба, и третий вариант это эпилемумаб в моно-режиме. Вот это исследование было проведено. В нем попали также пациенты были, которые с брав-мутацией, но мы не поняли, что большинство было без брав-мутаций, но 30% пациентов были с мутацией, где не брав, меньше всего. В итоге в этом исследовании было показано, что комбинация эпилемумаба с ниволумабом позволила достичь эффективного ответа 58%, полный ответ 22%, и мы понимаем, что этот ответ был намного больше, чем в моно-режимах. Второе, что мы увидели в этом исследовании, что вот эта плата, когда мы живем без прогрессирования, да, она в самом начале снижается. Мы понимаем, что какая-то группа пациентов прогрессирует на фоне, без разницы, кто и у кого в исследовании попали, да, они прогрессируют в течение первых трех месяцев, это как раз 10%, не отвечающие на именно терапию. Затем мы видим, что выходит на плату, и эта плата сохраняется длительное время. На сегодняшний день наблюдение за этими пациентами в полуапе уже более 6,5 лет. И мы понимаем, что вот эта плата, она сохраняется длительное время, она сохраняется и на третьем, четвертом, пятом, шестом тюре жизни. И мы видим, что на 78 месяцев 34% группы НИВА и ИПА пациенты жили без прогрессирования. Еще раз мы говорим, что это микростатическая меланома. Гегиона общей выживаемости, вот она сдвинулась в район 72 месяцев, и мы видим у Антон то же самое, да, при этом длительном наблюдении мы понимаем, что на уровне 78 месяцев мы видим, на отметку 49%, почти половина пациентов перешегнули этот рубеж. То есть на сегодняшний день мы можем говорить как о хроническом заболевании достаточно смело, а не только пациентами меланома. Если же посмотреть на, вот разбить на BRAF мутированных и BRAF не мутированных, такой задача в этом состоянии стояла, но при поданализе мы видим, что преимущество комбинации меланома-пцифелемау над монорежимами, оно было как в группе с BRAF мутацией, так и без мутации генебраф. Но это был лишь шаг к тому, что вот появились у нас в наших клинических рекомендациях, в наших клинических онкологических по всему миру, две возможности, либо это таргетная терапия при BRAF мутации, либо иммунотерапия. И возник вопрос, а с чего же начинать? Я понимаю, что в реальной практике чаще решается, что есть, с того начнем, но если есть то и другое. А в последние годы у нас оказалось, к счастью, и то и другое под рукой. Поэтому ответ на этот вопрос, с чего начать, он лежит в плоскости практического, реальной работы врача-онколога, который занимается лечением таких пациентов. Так вот, как раз исследование DreamSec попыталось ответить на этот вопрос. То есть здесь пациенты были разделены на два рукава. У одних начало было с ниболомабой и пилимомабой. То есть проводилось ниболомаб, то есть миллиграмм на килограмм, то есть пилимабка миллиграмма на килограмм, четыре введения. А затем уже оставалось на поддерживающей, пациенты оставались на поддерживающей терапии ниболомаба в монорежиме. И при прогрессировании они переводились на таргетную комбинированную терапию Доброфиликстрометинибом. И другая группа, другой рукав, это начинаем с таргетной терапии Доброфиликстрометинибом. И при прогрессировании мы переходим на режим ниболомаб с пилимомабом. и первичной конечной точкой являлась общая выживаемость. Вот исследование было прекращено, закончено, вернее, в 2021 году, обликованы данные, ведя на длительность в день 27 месяцев. Это было достаточно для того, чтобы ответить на вопрос, как влияет вот эта дефекциация на общую выживаемость под дефекцированные подходы. В подгруппах пациентов, если посмотреть, они, конечно же, были сбалансированы, но мы видим, что в группе, там, где начиналась таргетная терапия, там чуть больше было пациентов с третьей неделиктабельной стадией. По поводу предшествующего адювантного лечения, мы видим, чуть больше пациентов было в этой группе таргетных таргетов, в которой предшествовала адювантная терапия. Надо сказать, что эта предшествующая терапия была безучетной, это были пациенты, которые не проводилась ни таргетная, ни иммунотерапия. И что оказалось? Ну, это, наверное, один из самых важных выводов, что получили в исследовании. Оказалось, что да, в самом начале выживаемости мы видим, что есть преимущество группы, где начинается лечение забрахмибатронных либо. Есть достаточно быстрый ответ, сохранение. Мы видим, что часть пациентов теряется именно в группе иммунотерапии, но мы также понимаем, так я указатель сейчас посмотрю, уверен, что мышку видно. В любом случае, перекрест, я думаю, видим всем, он очевиден, что на этапе в районе 8-9 месяцев мы видим, что идет перекрест. Мы видим уменьшение количества пациентов, выживших, которые начали лечение с таргетной терапией. И наоборот, мы видим, что здесь преимущество явное в преддлительном наблюдении за группой, где начало лечения было скомбинированной иммунотерапией, не голомат, не сик или мумат. Мы видим, что это расхождение, кривых оно сохраняется. Мы понимаем, даже когда произошло потом перекрест и смена лечения, вот эта группа, которые начали с комбинации, они явно в преимуществе и расхождении, кривых, никакой тенденции ко второму перекресту. Двухлетняя общая выживаемость этих пациентов 72%. Разницу мы видим в 20% с группой, то есть в группе, где мы начали с таргетной терапией, 52%. Частота объективных ответов. Частота объективных ответов в группах иммуно-таргетной терапии, да, мы видим небольшое преимущество, но в целом это схоже, 46 и 43%. Во второй линии иммуно-терапия заметно уступает. И это еще раз Костя нам говорит, что лучше использовать во второй линии именно от таргетной терапии, так как мы имеем больше шансов получить ответ во второй линии именно от таргетной терапии после перехода с иммуно-терапией. Длительность ответа. То есть те пациенты, которые у нас ответили, длительность ответа у них сохранялась намного больше. То есть мы видим, что, опять же, кривые расходятся, и какой-то тенденции к схождению их нет. Выживаемость без прогрессирования. Дублируют, опять же, график по общей выживаемости. Мы видим, что в самом начале больше пациентов понесило в группе НИВАИПИ, но в дальнейшем при видеонаблюдения, а для наблюдения, в принципе, больше полугода, мы уже видим, что происходит перекресток. Преимущество имеет пациент, который уходит начало именно с иммуно-терапией. И выживаемость без прогрессирования в группе начала с НИВАИПИ – это 11-8 месяцев, против 8-8 месяцев, где мы начинали с комбинированной таргетной терапии. При подгрупповом анализе двухлетней выживаемости во всех подгруппах все-таки преимущество там, где мы начинаем с комбинации НИВАЛОМАТ и НИВАЛОМАТ. Да, есть не везде достоверность, где у нас критерий П, 0,05 или 0,54 мы видим, но это все равно говорит о сильной тенденции, и мы понимаем, что при длительном и длительном, в дальнейшем, да, достоверность может вырасти. Отдельно хотел бы показать еще, что было представлено на АСКО-2021. Это метастазы в головной мозг и влияние при длительной контроле за заболеванием и общей выживаемостью пациентов, которым лечение проводилось с иммуно-терапией, максимальную выгоду получили пациенты как раз на НИВАИПИ. Это к тому, что есть такое небольшое у нас все-таки представление, что когда есть висцеральное поражение, метастазы в головной мозг, то преимущество все-таки за таргетной терапией. Поэтому я показываю, что это не организированное, не крупное исследование, но при этом все равно, если посмотрите, сколько пациентов, столько сошедших пациентов на НИВАИПИ, с метастазами в головной мозг, еще раз, как вы видите, были отобраны пациенты, все равно это заставляет нас думаться, не все так однозначно. И нельзя однозначно переносить понятие висцерального кризиса, литератизации, и делать на этом основании выбор в пользу таргетной терапии. В римсек исследований, возвращаясь еще раз к нему, то по нежелательным явлениям мы видим, что в принципе все было сопоставимо. Понятно, что там, где была группа НИВАП и НИВАП, мы первые линии получали больше напоследованные нежелательные явления. В любом случае мы видим, что нежелательные явления в пятой степени, к сожалению, метальные исходы, они были сопоставимы, только в первой, только в второй линии в обеих группах. Ну и резюмируя, мы понимаем, что начало терапии с НИВАП и НИВАП у пациентов с мутацией в генеграфах, есть две опции для включения по большому счету. Это дает преимущество и дает это преимущество именно по общей выживаемости и дает нам 57% 6,5-летнюю общую выживаемость. По данным исследованиям для всех, многолетняя общая выживаемость 72%, что имело преимущество над началом с таргетной терапии. Мы понимаем, что переносимость и нежелательные явления примерно сопоставимы при начале с таргетной терапией и с иммунотерапией. И мы также понимаем, что часто объективных ответов, если мы не будем таргетной терапии применять в второй линии, мы получим большее количество объективных ответов. И мы знаем, что комбинация и пенемат с НИВАП у нас есть в клинических рекомендациях. Есть у нас такая схема в КСБ, поэтому можно, конечно, активно ей пользоваться. И наша клиническая рекомендация также прописано, что мы можем с нее начинать лечение пациентов с иммунтацией в КСБ. Коллеги, спасибо за внимание и готов к дискуссии. Спасибо большое, Владислав Владимирович. Очень здорово, что вы нам рассказали о том, каким образом работает комбинированная иммунотерапия и насколько она хороша. Мы будем рассчитывать, что у нас будет достаточный доступ для всех нужных во всех нужных случаях пациентов для этого лечения. Скажите, пожалуйста, Владимир Владимирович, вот мне сегодня, буквально полчасика назад Кристина Вячеславовна задала вопрос, который я хочу вам переадресовать. Он касается дремсека и результатов этого исследования, которые показали худшие результаты по ответам на лечение, чем в регистрационном исследовании Checkmate 067, например, или чем в Combi-D, или чем в Combi-V. Вот я не буду рассказывать, как я отвечал на него, а как бы вы на него ответили? Ну, во-первых, группы, они же не совсем сопоставимы. Мы же понимаем, что в Checkmate 067 там же были пациенты как с браф-мутацией, так и без браф-мутацией. То есть группа пациентов была другая. Вот. И мне кажется, в этом строятся. 6 объективных предметов. Да-да, но вот как раз если делать субанализ Checkmate 067 с браф-мутацией, там ведь комбинация и пенива работают, ого как, а вот в DreamSeq она работает лучше, чем таргетная терапия, вроде как, да, но 58% больных отвечают на значит, комбинации и пенива. вы имеете ввиду, что они ниже, да? на 20% ниже. Наверное, надо все-таки посмотреть вот метастазы из поражения висцеральных органов, то есть количество метастазов. Я бы, наверное, все-таки это посмотрел по еще более подробным для сравнения. Я просто такой задачи не задавался, но я бы так ответил. Хорошо. Мне стал интересен ваш ответ. Ну, я на самом деле объясню... Нет, популяции, на мой взгляд, были очень похожими по составу как раз по критериям включения. Действительно были похожи. Но я сказал так, что все-таки это разный период времени был с одной стороны, с другой стороны все-таки разная популяция немножко пациентов. Ведь DreamSec практически полностью шел в Соединенных Штатах и был независимым исследованием, которое никто не поддерживал. Это было исследование, которое сделала и Кока Крин, группа, и я подразумеваю, что если мы делаем независимый пересмотр, независимую оценку, у нас всегда несколько хуже объективные ответы. Помните, что ответы оценены исследователями и ответы при центральных пересмотрах, они могут здорово отличаться. Но это спекуляция, мы не знаем на самом деле, почему, я думаю, никто из нас не знает, почему так произошло. Но тем не менее, это случилось. Спасибо вам большое за ваше выступление. Мы, с вашего позволения, пойдем по программе дальше. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.